Из старого Дрэддена в Нойштадт. Мы здесь продолжаем искать место, которое до сих пор не занесено в официальный список достопримечательностей в саксонской столице. Так, клуб нашел. Теперь надо искать оранжевую корову. Арина Шарапова, я напоминаю, телевизионный академик, телеведущая Первого канала, задала нам такую загадку. Найти музыкальный дом, где обитает Дрэдденская богема. Семен Калинин, земляк, объяснил, как туда добраться. Один ориентир найден, ощущение, что второй уже вот-вот. Друзья, кажется, нашел. Вижу ту самую оранжевую корову. Летающее домашнее животное – символ местечка, которое называется Кунстхоф-Пассаж, что в переводе – двор искусств. Деталь. Авторы этих необычностей сами здесь и живут. Друзья, судя по тому, как выглядят эти дворы, нас ждет что-то действительно креативное. Арина Янов знает, куда везти. Привет, Руслан. Как успехи? Удалось ли найти дом? Арина Яновна, нашел. Поздравляю. Ну как, это то, что тебе нужно? Действительно, выглядит очень музыкально. Я представляю, что здесь в ливень творится. Да, в ливень там, наверное, очень шумно. Друзья, ну вот такая аудиоподсказка от Арины Шараповой. Загуглил музыкальный дом в Дрездене и вот что нашел. Фюневаль с немецкого «Дом воронка». Автор Аннет Пауль. На эту идею ее вдохновила поездка в Санкт-Петербург, где она жила в здании, по крыше которого, цитирую, выразительно стучали капли дождя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова